Все из нас могут точно сказать, что сейчас играет симфонический оркестр. Не потому, что вы его видите, а потому, что мы знаем, как он звучит. Вы сейчас слушаете эту прекрасную музыку Оффенбаха и не подозреваете, что на самом деле она звучит не так. Не так. Не так. Приветствую вас, друзья. С вами я все тот же Александр Щербин. Что же не так с музыкой? Опять дурят нашего брата? Кошмар. Да, вы наверняка прочли название этого фильма. Две хорошо знакомые звукорежиссерам и аудиофилам буквы и Q означают не что иное, как загадочное слово эквалайзер. Для первых это один из необходимых инструментов, для последних – адская машина. Произнесение этого слова в присутствии аудиофилов вызывает у них взрыв чердака и зачисление произнесшего этого слова в ранг глухих дегенератов, не способных отличить звучание клипша от JBL. Два последних слова не запоминайте. Блин, они ж запомнят. Почему же к эквалайзерам такое полярное отношение у звукорежиссеров и аудиофилов? Приоткрою тайну. Аудиофилы правы. Но не все так просто. Они правы, но не совсем. И сейчас мы разберемся, почему же эквалайзер такой загадочный и страшный прибор. Тембр. Для начала определимся, зачем вообще он нужен. А ответ на первый взгляд элементарно прост. Для регулировки тембра. 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 Тембр. Мы все понимаем, что значит это слово. Но давайте прямо сейчас скажите мне, что такое тембр. Задумались? Да, непросто. Дело в том, что тембр – это характеристика звука на уровне ощущений. Слегка малонаучное понятие. Хотя были и есть попытки классифицировать звучание фонограмм наподобие теплого, холодного, размазанного, плоского и подобных. Я даже встречал у Алдошиной, это авторитет в мире акустики, таблицу с описанием подобного рода ощущений. Эта таблица была составлена для экспертов по прослушиванию аудиотехники. Однако серьезно к этому относиться, на мой взгляд, не стоит. Ощущения субъективны. У них нет единиц измерения. Как говорится, на вкус и цвет бозон Хиггса – кактус. Слово «тембр» происходит от французского «тамбр», означает «колокольчик». Чем больше колокольчиков, тем звонче оркестр. Чем меньше, тем звук более придавлен подушкой. На обывательском уровне тембр – это окраска звука. Да, словно мы смотрим на мир через цветное стекло. Никто же не запрещает. Вот у нас холодный звук. А вот теплый. Практически на всей аудиоаппаратуре, за исключением самой супер-аудиофильской, присутствует простейший регулятор тембра. А теперь мы с обывательского уровня перейдем на профессиональный. Вы же у меня все в теме. А те, кто нет, пора присоединиться. Вы все поймете. К тому же, тайна ведь еще не раскрыта. Итак, регулировка тембра – это процесс всевозможных изменений амплитудно-частотной характеристики аудиотракта. Идеальная АЧХ – это горизонтальная прямая. Сегодня практически вся аудиоаппаратура, за редким исключением, имеет идеальную АЧХ в пределах полосы воспроизводимых частот. Да, те самые 20 Гц и 20 кГц. Тогда возникает закономерный вопрос. Зачем изменять идеальную АЧХ? Она же идеальная. Ну, нам всегда чего-то не хватает. Хочется чего-нибудь такого. Простейший регулятор тембра, который регулирует завалы и подъемы АЧХ на ее низкочастотном и высокочастотном участках, нужен лишь для удовлетворения индивидуальных вкусовых предпочтений слушателя. Нравится теплый ламповый звук – чуть приподнимаем низкие частоты. Хотите звон тарелочек – приподнимаем вверха. К регуляторам тембра также относится тонкомпенсация. Это специфическое изменение АЧХ-тракта в зависимости от громкости воспроизведения фонограммы. Это полезное дело для компенсации физиологических особенностей человеческого слуха. АЧХ нашего слуха для разной громкости выглядит по-разному. Вот так. Это так называемые кривые равные громкости. И регулировать громкость весьма логично в соответствии с этими кривыми. Но отнюдь не все усилители имеют такую функцию. По разным причинам. В том числе и потому, что аудиофилы наложили вето на регулировку тембра, а производители пошли у них на поводу. Или наоборот. Производители умело обработали потребителя. Последнее выглядит реальнее. За отсутствие функции можно взять бабусики. Мудро. Регуляторы тембра, у которых крутилок или органов управления больше двух, обычно называют эквалайзерами. Это довольно грубое определение, но регулятор тембра и эквалайзер по сути это одно и то же. Просто звучит более внушительно. С этого момента я перейду на пафос. То есть буду называть все устройства, влияющие на АЧХ, эквалайзерами. И это как раз и есть его определение. То есть это устройство для произвольной регулировки амплитудно-частотной характеристики аудиотракта. Слово эквалайзер означает выравниватель. Но у нас же АЧХ и так ровная. Куда же еще ровнее-то? И вот на этом месте мне придется раздвоиться. Рассказать, для чего это нужно или не нужно аудиофилам. И для чего это нужно создателям фонограмм. То есть звукорежиссерам. Начнем со звукорежиссеров. Любая более или менее приличная фонограмма создается из микса живых инструментов, либо многоканальной записи этих инструментов. Этот процесс называется сведением. Кроме того, в него входят всевозможные манипуляции с фонограммами дорожек или каналов. Например, различные линейные и нелинейные эффекты. Компрессоры, гейты, ограничители, панорамирование, мелодайн и прочие инструменты и плагины. В том числе и эквалайзер. Как же без него? Кстати, эквалайзер – это линейный эффект. То есть тот, который в фонограмму не вносит новых спектральных составляющих. Чаще всего для сведения используют специализированные компьютерные программы. Для записи и живых концертов используют вот примерно такие митшерские пульты. Этот, конечно, ископаемый. Точно на таком же я 300 лет тому назад озвучивал дискотеки и конференции. По современным понятиям этот пульт вообще никуда не гонится – это так. Ностальгия по былым временам. И я вовсе не звукорежиссер. Я просто очень умный радиоинженер. Но кое-какой микроскопический опыт в профессии звукорежиссера все же имею. Так что помимо теории будет и практика. Настоящие звукорежиссеры сильно не бейте. Хотя встречал я звукорежиссеров, которые творили такие глупости с таким умным видом, что… Кстати, знаете, кто такой звукорежиссер? Звукорежиссер, настоящий звукорежиссер – это музыкант с радиотехническим образованием или наоборот, который в процессе сведения в первую очередь думает о сути музыкального произведения, а не о том, как еще больше округлить бочку. Ладно, не будем о грустном. Я же у вас есть. Я вам все расскажу. Сейчас звукорежиссеры узнают кое-что, что они до этого момента не знали. Хотя, если они настоящие звукорежиссеры, то, скорее всего, знают. Не факт. Вернемся на тропу нашего повествования. Чуток информации для тех, кто не в танке. В рок- и поп-ансамблях каждый инструмент всегда подключают в отдельный канал, а, например, ударную группу пишут несколькими микрофонами. Синтезаторы могут записываться в отдельный стереоканал. Все эти каналы записывают многоканальным рекордером. Раньше писали на многодорожечные магнитофоны. Например, у нас на радио был 16-дорожечный магнитофон, который писал на такую широченную ленту. Сегодня, естественно, исходники пишут мультитрековыми цифровыми рекордерами. И число каналов, кстати, не такое уж большое. Обычно не превышает 32. Очень часто попсу пишут овердаббингом, то есть поочередно, с наложением каждого инструмента или группы инструментов. А в самом конце пишут вокал, то есть певец или певица поет под готовый почти сведенный минус. Симфонические оркестры, как правило, записывают сразу начисто, то есть без сведения, однако почти всегда используют много микрофонов, и каждый из которых записывают свою оркестровую группу. Для больших групп, например, скрипок, андробасов, медных могут использоваться несколько микрофонов. Очень часто используют направленные микрофоны, чтобы максимально разделить группы по каналам. Редко, но бывает, что в хороших залах симфонический оркестр записывают одним стереомикрофоном. На этапе сведения, подготовки чистовой записи или настройки аппаратуры для живого концерта АЧХ каждого канала можно и даже нужно корректировать. Почему это нужно делать – это вопрос очень большой, и к тому же у каждого звукорежиссера есть свои фишки, которые он держит в секрете. А у меня от вас секретов нет. Например, большой барабан записывают микрофоном, который может быть расположен как на расстоянии от тыльной стороны барабана, так и почти внутри него. От этого расстояния сильно зависит тембральная окраска звука. Не всегда она удовлетворяет звукорежиссера, и приходится корректировать АЧХ этого канала. То же самое может произойти с любыми другими каналами, и звукорежиссер может регулировать АЧХ каждого канала независимо друг от друга. Причем есть два необязательных правила. Первое – выбирать такие микрофоны и располагать их так, чтобы впоследствии нужно было как можно меньше вмешиваться в регулировку АЧХ этого канала. И второе – если нужно корректировать АЧХ, то в фонограмме лучше подавлять отдельные спектральные составляющие, чем поднимать антиподы или акцентировать другие части спектра. Чуть позже вы поймете, почему это так лучше. Иногда, если других аппаратных средств нет, то с помощью эквалайзера на живых концертах можно избавиться от самовозбуждения, свиста. Это происходит из-за акустической обратной связи. Это можно сделать в канале вокалиста. Потому, что он со своим микрофоном может гулять по сцене около акустических систем, и та, естественно, запоет. И вот когда все уровни, эффекты, панорамы и АЧХ каналов установлены, тогда можно писать в финал или запускать зрителей в зал. Корректировать финальный микс или мастер-канал с помощью эквалайзера – это большая редкость. Регулировать АЧХ линейных усилителей имеет смысл лишь для коррекции акустики конкретных концертных залов. Теперь для чего нужен или не нужен эквалайзер аудиофилу. Есть две причины – за и одна против эквалайзеров. Может быть и больше, но остальные я не помню. Первую причину – за мы уже выяснили. Это вкусовые предпочтения. Вторая причина, в принципе, сродни первой, но имеет рациональную подоплеку – это корректировка акустических дефектов помещения и акустических систем. Крутые аудиофилы делают для себя специальные студии для прослушивания музыки, однако даже в такой студии АЧХ всего аудиотракта в точке, где находится слушатель при линейной АЧХ усилителя будет очень сильно отличаться от горизонтальной прямой. А в обычной жилой комнате вообще трудно себе представить. Да, примерно вот такая. В основном это происходит из-за интерференций звуков, образования стоящих волн и резонансов всевозможных предметов и мебели. И вот этот бардак очень желательно хоть как-то скомпенсировать. Для этого и нужен эквалайзер. В большинстве случаев это делается на слух, и поэтому это похоже на вкусовщину. Но есть и рациональные методы. Кстати, АЧХ мониторных колонок в помещении для сведения фонограмму в серьезных студиях корректируют специальными автоматическими эквалайзерами. И для ширпотреба уже давно есть почти такие же устройства, и даже еще покруче, на основе звуковых процессоров. Так что если вы действительно крутой аудиофил, то звуковой процессор – это последний писк цивилизации. Сам все подстроит и АЧХ, и фазу всех имеющихся каналов. Причина против эквалайзера – он крутит фазу. А это для аудиофила настоящий кошмар. Опять эта дурацкая фаза. Боже, какую только чушь о ней не говорят. К этому моменту мы еще вернемся. А сейчас о том, какие бывают эквалайзеры. В основном их делят на два типа. Полосовые – они же графические и параметрические. Графические эквалайзеры – это частные случаи полосового. Они отличаются только конструкцией регуляторов. В графических – ползунковые, а в полосовых могут быть и крутилки. С помощью ползунковых регуляторов можно нарисовать почти любую АЧХ. Чем больше этих регуляторов, тем замысловатее можно выстроить кривую. Частоты регулировок обычно выбирают в логарифмическом масштабе. То есть, каждая последующая частота полосы равна произведению предыдущей и какого-либо коэффициента. Чаще всего бывают октавные, то есть коэффициент 2 – это 10 полос, полуоктавные – 20 полос и третье октавные – это 30 или 31 полоса. Преимущества графического эквалайзера в его интуитивно понятном дизайне – недостатки большой и невозможность точной установки частоты акцентирования или режекции. Параметрические эквалайзеры. Из их названия понятно, что у них можно регулировать параметры. В параметрических эквалайзерах обычно есть до четырехполосовых фильтров. Это более чем достаточно. В каждом из них регулируется центральная частота полосы пропускания или подавления, уровень и добротность, то есть ширина полосы, в которой он будет влиять на АЧХ. В параметрическом эквалайзере могут быть также фильтры нижних и верхних частот. У каждого из них могут регулироваться частота и крутизна среза. Кроме того, в параметрическом эквалайзере может присутствовать обычный регулятор тембрового ЧНЧ – эквивалент РЦ цепочки. То есть у них два регулятора – частота и уровень. Эквалайзеры бывают аналоговые и цифровые. Аналоговые могут быть на основе пассивных или активных фильтров. Современные аналоговые почти всегда активные. По соотношению преимуществ и недостатков активные и пассивные примерно одинаковые. Однако при современных технологиях эквалайзеры на основе активных фильтров проще в изготовлении и имеют больший диапазон регулирования, но могут быть неустойчивыми при неправильном их расчете. Какой же болван будет выпускать неправильно рассчитанные фильтры? В пассивных фильтрах нет нелинейных элементов. Это как бы плюс. Но они имеют коэффициент передачи всегда меньше единицы. А это сильно влияет на общие шумовые качества усилительного тракта. Цифровые эквалайзеры – сегодня наше все. И вот тут начинается такое разнообразие эквалайзеров и фильтров, что голова идет кругом, и не все в них очевидно и понятно. Порою те, кто их используют, не понимают, как они преобразуют исходный сигнал. Я тоже не все знаю, просто потому что программными способами можно реализовать практически любые параметры для любого преобразования звука, и фантазия программистов – звуковиков непрерывно порождает новые плагины и приложения. Сейчас начнется самое интересное. В самом начале этого фильма я обронил пару слов о фазе. Любимая пугалка недалеких аудиофилов. Если что-то крутит фазу, то это конец природе. Сливай воду. Размазанное… В общем, что у них там размазанное-то? Раз эквалайзер накручивает фазу, то впечь его. Вообще-то я не буду вас переубеждать. В конце концов, без эквалайзера можно обойтись, но обидно, что из-за непонимания эти деятели несут в массы откровенную глупость. И сейчас я очень надеюсь, вы поймете, в чем этот ужас накручивания фазы. Да, нелинейная фазовая частотная характеристика аудиотракта вносит линейные искажения звука. Это неоспоримый факт. Иногда эти искажения кое-кому неприятны. Тут тоже спору нет. Но. Но. Тут есть два важных момента. Первый, самый важный. Почему-то практически все аудиофилы и большое количество других работников звука оценивают фазовые характеристики не всего аудиотракта как единого целого, а всех его компонентов по отдельности. Да, если у всех у них ФЧХ линейная, в том числе и у акустической системы. Но это я загнул. Такого не бывает. То все в порядке. Это супер-пупер система. Но почти все забывают о том, что ваша комната или концертный зал вносит вместе с частотными искажениями также и фазовые. Практически любая природная аналоговая неравномерность АЧХ связана с изменением фазы. Ну и наконец практически никто не берет в расчет последний элемент аудиотракта – уши, которые у всех у нас уникальны и соответственно имеют уникальную АЧХ и ФЧХ. Причем еще на разных громкостях разную. Из этого следует, что линейность АЧХ и ФЧХ должны быть от начала пути следования исходной информации до наших барабанных перепонок, а в идеале еще и до мозгов. А так как на пути этой информации есть места, где АЧХ и ФЧХ очень трудно сделать линейной – это акустическая система, комната и уши, то единственная возможность избавиться от этой нелинейности – воспользоваться устройством коррекции АЧХ и ФЧХ. Таким устройством может быть эквалайзер. Да, в ручном режиме можно наколобасить все что угодно, но уже есть технологии, о которых я уже сказал. Тракты на основе звуковых процессоров или их еще называют DSP с соответствующими программами коррекции искажений. Не стоит демонизировать нелинейность фазочастотной характеристики. В большинстве случаев она естественно независима от параметров аудиоаппаратуры. Например, если вы сейчас вспомните, что симфонический оркестр записывает большим количеством микрофонов, то нетрудно догадаться, что фазовые соотношения реально звучащих инструментов относительно друг друга изначально нарушены. И для нас, слушателей, они зависят лишь от художественного вкуса звукорежиссера. А что там задумал этот звукорежиссер только ему одному и ведомо. И, скорее всего, он даже об этом не думал. Звучит красиво – значит, получилось. Красота по определению не может быть плохой. А сейчас я вам покажу парочку примеров, когда нелинейная ФЧХ – это очень полезная штуковина. Сначала чуть теории. Действительно, чуть-чуть, только небольшой намек, чтобы было ясно, о чем я буду говорить дальше, а для вас уже была бы разметка, где и куда копать глубже. Вы мне можете написать в комментариях, нужно ли на эту тему сделать отдельное кино. Все фильтры, на основе которых реализованы аналоговые эквалайзеры, имеют нелинейную ФЧХ. Закон природы, однако. Их импульсная переходная характеристика имеет бесконечную продолжительность. Сразу о том, что такое импульсная переходная функция или характеристика. Импульсная переходная функция – это сигнал на выходе системы, когда на ее вход подали сигнал в виде дельта-функции Дирака. Функция Дирака – это одна из обобщенных функций, которая имеет вот такой очень простой вид. Импульсная переходная функция фильтра также является его ядром. Надо бы объяснить, что такое ведро. Ядро. Да ладно, сами разберутся. Зная ядро, путем его свертки с входным сигналом – тут еще и свертка. То ли еще будет. Еще раз. Зная ядро фильтра, путем его свертки с входным сигналом можно получить выходной сигнал. На этом принципе построены и цифровые фильтры, и в частности эквалайзеры. Обычно свертка занимает много машинного времени, поэтому ее реализуют на основе быстрого преобразования Фурье. Это так, для общего развития. Нам сейчас важно ядро фильтра. В этом плане существует два основных типа фильтров с бесконечной импульсной характеристикой, сокращенно BICH. На английском – это аббревиатура IAR – Infinite Impulse Response, и конечной импульсной характеристикой – KICH или FIR – Finite Impulse Response. Все аналоговые фильтры – это BICH фильтры. Почти все из них имеют нелинейную фазовую характеристику. А KICH фильтров в природе не существует. Их реализуют программным способом. Их прелесть в том, что они, о счастье, имеют линейную фазовую характеристику. Правда, можно сделать так, чтобы и у KICH фильтров она была нелинейной. Но это частности. Отличить линейную фазовую характеристику от нелинейной можно по виду ядра фильтра. Ядра фильтров с линейной фазой симметричны – таких фильтров. С нелинейной, соответственно, несимметричны – BICH. Для корректного применения того или иного вида фильтров или эквалайзеров нам нужно знать, какой из них имеет линейную, а какой – нелинейную фазовую характеристику. Если у нас аналоговый пульт, то тут все ясно – он изгибает ФЧХ, значит – BICH. Если цифровой, то есть варианты. Смотрим его спецификацию. Скорее всего до этого момента вы не задумывались, какой у вас эквалайзер – KICH или BICH. Сейчас я покажу, как это очень просто определить. Заодно взглянем, как каждый из них влияет на выходной сигнал. Я покажу это на своем аудиоредакторе – Audition CS5.5. Да, не последний писк от Adobe. Вы это проделаете на тех редакторах, что у вас есть. Для начала нам придется синтезировать сигнал функции Dirac. Естественно, не идеальный. Для идеального нам не хватит полосы пропускания нашего аудиоредактора. Как его сделать – догадайтесь сами и напишите в комментариях. Если не догадаетесь, то я потом подскажу. Вот они – мои импульсики. Обратите внимание, что для демонстрации бесконечности спектра этих импульсов я выбрал максимально возможную для моей программы и железо частоту дискретизации – 192 кГц. Соответственно, максимальная частота полосы будет около 80 кГц. Но это совсем не обязательно для определения симметрии ядра. Теперь все очень просто. Как я уже говорил, импульсная характеристика нашего фильтра – она же и есть ядро фильтра. Это реакция нашего устройства на функцию Dirac. Вот наши иголочки. Теперь включаем эквалайзер и смотрим, что получается. Я начну с графического десятиполосного. Поднимем, допустим, 2 кГц на 15 дБ. Ну-ка. Что получилось? Вот симметричная картинка. Значит, наш эквалайзер с линейной фазой. Замечательно и прекрасно. Но что это за колебания? У нас же линейная фаза. Линейная. Что, господа аудиофилы? Как это понимать? А вот так и понимать. Это закон природы. Линейная ФЧХ – это не гарантия того, что с сигналом ничего не случится. Мы покрасили сигнал, он стал другим, крашенным. Вот эти колебания обзывают звоном. Кстати, он появляется не только тогда, когда мы задираем полосу вверх. Кстати, видите, на спектре нашего бесконечного сигнала образовалась АЧХ фильтра. А сейчас мы ту же полосу завалим на 15 дБ. Сначала отменим предыдущие изменения и… Все тоже симметричное ядро. И звон тоже присутствует, но поменьше. Что нам дает это знание? Например, если нам нужно скорректировать звучание инструмента с очень быстрой атакой, обычно это ударные и особенно высокочастотные – треугольник, рояль, челеста, то таким эквалайзером нужно пользоваться аккуратно. И лучше корректировать завалами, чем подъемами. Так меньше звона. Для распевных инструментов и вокала этот эквалайзер очень даже хорош для любых коррекций. Теперь занятный момент. Только что мы завалили на нашей АЧХ полосу с центром 2 кГц на 15 дБ. Теперь попробуем компенсировать этот завал подъемом того же участка на такую же величину. Вводим плюс 15 дБ и… Что-то не получается. Загадка. Тайна. Секундочку. Теперь все отменяем. Будем испытывать другой эквалайзер. Вот у меня параметрический. Возьмем примерно такие же параметры фильтра. 2 кГц. Подъем 15 дБ. Добротность сделаем побольше. 7 хватит. Применяем. И… Тоже есть звон. Но наше ядро несимметрично. Значит, фаза нелинейна. Теперь обратите внимание на фронт. Он остался неизменным. Вот такой фильтр гораздо выгоднее применять для инструментов с быстрой атакой. А звон будет маскироваться звучанием инструмента. Вот, пожалуйста. Вроде бы нелинейная фаза, а результат для фронта намного лучше. А теперь эту кривулю попробуем скомпенсировать обратным завалом. Вводим минус 15 дБ и… О! Прежний сигнал. Вот вам и нелинейная фаза. Так что же это у нас получается и какой из этого следует вывод? А выводов, по сути, два. Первый. Эквалайзер – это инструмент, выразительное средство для создания дополнительного эмоционального воздействия на слушателя. И все эти всклипы – у тебя эквалайзер, он портит фазу, значит, ты не аудиофил. Это все равно, что сказать – у тебя кисточки, ты не художник. Второй вывод не столь очевидный. Гораздо проще компенсировать недостатки АЧХ и ФЧХ с помощью фильтров с бесконечной импульсной характеристикой. То есть аналоговыми фильтрами или эквалайзерами. Но это не парадокс. Природа – это аналоговая сущность. И, наконец, самое главное. Эмоциональное и любое другое воздействие музыки на слушателя не так уж и сильно зависит от свойств тракта звуковоспроизведения. Если это не так, то это не искусство. Нет, это еще не все. Тембр. 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 Тембр.